Друзья, всем привет! 32 серия прохождения о возвращении в зону. Она получилась не такая длинная, потому что я болею, так что особо по этому поводу не бы затёрте. Спасибо за ваши лайки, наливайте себе чай и приятного просмотра! Ближайший квест это найти лагерь бомжа. Я совершенно без патронов, без всего, с кучей разных железяк в инвентаре, но тем не менее, а подожди, что за масло? У меня масло не использовалось на машину, прикинь? Не, оно мне не нужно, давай тогда его тут где-нибудь скинем, ну потому что зачем мне его с собой таскать, правильно? Вот, пусть валяется. Оно же что-то весит. Мне уже, походу, опять придётся играть с ЛРочкой или коллаж переделывать. Ну или, как я и говорил, слетать на другую локацию, взять там себе патронов. Вот наш друг. О, так ты занял эту палатку. Место красивое и атмосферное. У тебя текстуры, кстати, на тапочках сломались. Но это ладно. А, вот ты где. Не ожидал. Думал, что я бандиков на тебя наведу? Не нервничай, парень. Здесь ты в относительной безопасности. Ты вообще кто такой? И чего хочешь? Давай поговорим об этом. Ты видишь, перед собой оборванца алкоголика. Верно? Это отчасти так. Я пришёл в зону, чтобы заработать себе на выпивку. Ну и чтобы уйти от проблем того мира, который я покинул. Какого ещё мира? Обычного мира, из которого пришёл и ты. Нашего общества. Меня метрофан о чём клещут. За 50 с лишним лет своей жизни я достиг некоторых успехов. Сделал карьеру специалиста, завёл семью, построил дом. Но потом случилось так, что я всё это потерял. Не буду врать. Виноват был я сам. История моей алкогольной зависимости и последующего упадка схожа со многими другими. Ты говоришь, как нормальный человек. Что-то тут не сходится. Потому что мне удалось побороть алкоголизм. И помогла в этом зона. А может у тебя просто белая горячка? Парень, не спеши с выводами. Когда я пообщался с тобой, то понял, что ты толковый малый. Но имеешь ту же проблему, что была и у меня. Я решил тебя испытать, а теперь хочу помочь. Как именно? Ты ведь хочешь избавиться от алкоголизма, верно? Эх, было бы неплохо. Могу помочь тебе в этом, если ты выполнишь одно моё поручение. Какое поручение? Я тут подружился с одной... Особой. Но она убежала. Верни её ко мне в лагерь. Особой? Это интересно. И где же она? Удрала куда-то в сторону болота. Найди её и переведи ко мне. Ладно, попробую. Запомни правила. Не оборачивайся к ней спиной. Всегда держи в поле зрения. Иначе она нападёт. Она только меня слушает. Чужих не признаёт. Разберёмся по ходу пьесы. Найти того, кто сбежал на бомжа. А, это тут. В общем-то недалеко. Но я, пожалуй, заскочу, поставлю антенну. Плюс отдам хабар ребятам из бункера. Чтобы с собой лишнего не таскать. Устанавливаем сканер. Сигнал от сканеров получаю. Сейчас включу обработку и конвертирую координаты. И конвертирую в координаты. Обзор отсюда, конечно, балдёж. Всё видно прям полностью. Координаты получены. Проверю это место, инженерик. Кто свободовцы у нас гуляет? Какое место-то? Ох, ёлки-палки, сюда опереться. Почему там уже был, да, недалеко? Под мостом, а тут за гаражами. Ладно, сходим. Что теперь делать? Вроде как сейчас за мной наёмник не бегает. А, химера. Нихренать. И не будет бегать, пока следующий выброс не пройдёт. А так вообще квестов не осталось. Они все сконцентрированы вот в этой части. Я собрал всё, что ты просил. Приёмник, рацию, осциллограф. То, что надо. На запчасти пойдёт. И всё? Эй, а какая награда? Никто со мной не заговорил. Ничего не изменилось. Я думал, он может мне начнёт что-то, ну, хотя бы улучшать. А в итоге нихрена подобного. Как насчёт выпить? А, ну давай. Это за мои? Наверное, за мои. Ладно. Пойдём по квесту бомжа. А тут у нас миллион тушканов. Может, я могу их подорвать. Тем более 14 гранат есть. Ну, охренеть. Во, вот это хорошая была граната. Что в итоге пару тушканов осталось. Пошла катсцена. Химера. То есть, бомж подружился с химерой. А вот та самая особа. Как она чешется, интересно. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Если на неё смотреть, она на меня не нападает, правильно? А что делать? Могу ли я убежать от неё? Просто получается, что... Да, она бежит за мной. Только что-то медленно как-то. Ну, сам факт, что не придётся медленно плестись, уже радует. Давай не отставай, химера. Нифига, что ты такая медленная? Кстати, вот огромная уязвимость химеры, что в оригинале она не умеет ближний бой атаковать. Ай! Ой, извини, я испугался. Что-то она была далеко, а тут прям под ухом зарычала. Листа. Давай-давай-давай. Так. А зачем так делать? Я же тебя вижу. Можешь просто сюда подойти? Всё, походу, это лаги. Всё, я на тебя смотрю, не прыгай. Да какого хрена она... Всё. Да всё, что ли, успокойся. Я насчёт химера. Вижу её. Вот она. Я же её раненый нашёл. Месяц лечил. От сталкеров прятал. Зачем она тебе? Она же меня любит, скотина. Хоть какая-то отдушина. В моей поганой жизни. Тебе не понять. Что ж, возьми этот артефакт. Он поможет тебе в борьбе с зависимостью. Ну, спасибо. Бутылка, артефакт. Тяга к алкоголю уменьшается вдвое. То есть, будет, но меньше, да? Уникальный артефакт. Старая бутылка из-под вина или водки. Оплавленная в жарке, обладающая могущественной силой. Нам в любом случае бежать сейчас сюда. Ты чё, на меня? Это новая химера какая-то. Всё, пока. Представляете, новая химера пришла. К этой подружке на огонёк. А, а вот и он. Персонаж выдра. Сидит, кайфует в гараже. Гейт коробочки, компуктеры, электроника. Мышь бегает, вырабатывает электричество. Куча аккумуляторов, видимо, с помощью которых он и работает в сети. Ой, блин, только не это. Вот ты попался. Стоп, мужик, погоди. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Так, девушево не откупишься, хакерское твоё оружие. А давай украденные деньги, живо! Я не хакер, понимаешь? Я, как и ты, его жертва. Пожалуйста, опусти оружие. Что ты мелешь? Я застукал тебя прямо в твоём логове. Прошу, дай мне всё объяснить. Ну, говори. Хакер нанял меня, чтобы я заливал на пустые ПДА его программы взлома и подбрасывал их доверчивым сталкерам. Ты знаешь, где он находится? Не знаю. Я даже ни разу его не видел. Он просто присылает мне инструкцию, а я сливаю ему бабки. Скорее всего, он где-то за периметром. Знает только его ник. Джонни Сильверман. Если так, то плакали мои денюжки. Могу отдать то, что сейчас есть на моём текущем счёте. Больше ничего не помогу. Отпусти. Договорились. 20 тысяч. Мне кажется, это какая-то шляпа. Неуловимый. Вообще, я посорел. Разницы нет, что его убить, что так. Он даёт одну и ту же сумму. Похитить тотем квест можно выполнить ещё один. Ты что, издеваешься? У меня опять, что ли, вылет? Второй подряд при перезагрузке. Опять вылет. Всё, сейв сломался, кстати. А последнее моё сохранение у бомжа. Как вы думаете, хочу ли я теперь-то сраный квест выполнять? Ну, квест с монолитовцами появился где-то. А, понятно. Бомжа теперь тут не будет. Всё. Стало одиноко. Пусто в этом коридоре. О, чисто небовцы? Подожди, какого хрена? Их же не было раньше. Сдаём тотемы. Ну, что? Что-то долговский квест не обновился. А, этому отдать артефакт, который на плюс 15 химзащиты. В принципе, можно. Просто 10 тысяч. По-моему, ремонт стал дешевле. Но вот экзоскелет я не заметил, что бы дешевел. Разгрузился. Теперь можем прыгать в сторону перехода на другую локацию. Ещё одну таблетульку надо купить. Ну что, дорогой? А, он меня позвал к сам. Слушаю. Я слышал, что ты не побоялся выступить против фанатиков и успешно атакуешь их лагеря. Поэтому я хочу, чтобы ты мне помог. Вроде бы они людей не только в плен угоняют и промывают им мозги, но ещё и в жертву приносят. Так вот, у меня есть подозрение, что моего друга похитили именно они. Почему ты так решил? Его видели в компании с каким-то хмырём. Они вместе пили водку. Позже охранник бара сказал мне, что они ушли вместе, перешёптываясь. А один браток из заводских сообщил мне, что видел их удаляющихся в сторону ближайшего монолитовского лагеря. Даже не знаю, что могло заставить ворона пойти в логово к монолитовцу. Но подозреваю, что ему могли что-то помешать в выпивку. Да, подозрительно. Если тебе не трудно, осмотри монолитовские лагеря и поищи там следы ворона. Понимаешь, что его уже могли давно угнать в Припять. Но мне хочется убедиться, понимаешь? Если он убит, то надо хоть похоронить по-человечески. Работа опасная, но заплачу хорошо. Ладно. А какое именно место проверить нету? А, есть какая-то точка. Что-то вот с этими долговцами так непонятно. Я вроде 5 квестов точно выполнил монолитовских. Надо именно к ним что ли привезти 5 пленных? Как работает-то это дело? Здесь просто выбить. Ну ладно, к окрестностям Затона. Ё-моё, как много переходов. Но нам нужно на самую первую локацию. Это у нас окрестностя Затона как раз. Разве что повторяющиеся квесты, от которых жаль, что нельзя отказаться. Было бы классно, если бы ты уходил с Локи, а они отменялись. Приходишь, опять появляются. Чтобы они не мазонили глаза. К окрестностям Затона. 9500. Блин, дохрена, ребят. Ну а что теперь делать? Вот он я. Возле перехода на пригород Чернобыля. Куча квестов. Там моё авто. Нам нужно на хутор. А, фу, я испугался. Блин, мне пушки отдали. Я только сейчас об этом подумал. А пушки, типа. Не, благо, что это разраб продумал. Молодец. Ну логично, ещё бы он это не продумал. Это же было бы странно. Короче, проводник должен быть тут. На хуторе, как мне сказали. То есть, если что, я могу обратно перейти с проводником. С проводником. Что, непривычно на первой локации оказаться спустя столько времени. Вот, честно говоря, я вообще не ожидал, что мод такой долгий. Я сегодня как финальную серию убил, оружие сменил. Не могу выпустить. Хотя там всё снято уже ещё больше месяца назад. Но вот осталась инвалидная коляска нашего товарища. Не знаю, как было правильно всё-таки поступить. Мне кажется, что шанс излечиться у него был. Раз эта аномалия может превращать в скелета и обратно, то почему она не может наткнуть время около его ног, ну так условно, да, я говоря? И сделать ему нормальные ноги. Вот она, деревня. Ну как деревня? Хутор. Три человека тут есть. Ну что? Зомбу наш товарищ. Привет, башка. А где беляшек? Беляшек, вон он живой. Здорово. Ты как? Вот тебе консерва. Сам вскроешь, да? Где она? Хрена себе, я выкинул консерва, она исчезла. Он её... А, я не выкинул. Ну ладно, он её же реально скрыть не может. Чё это я? Кстати, если мне не изменяет память, этот хрен говорил, что он вообще уйти хочет, да? Ещё в начале. До сих пор тут сидит. Как жизнь? Скоро уйду, прикинь, я уже 30 серий снял. Он всё сидит. Тут что? А вот тут как раз надо бы порыться в его компьютере. Тут ушлый. Такое дело? Да нет ничего. Куда меня можешь провести? Ну вот, бар-бомбоубежище можешь провести? Нет. Там какие-то бандюки на входе стоят. Деньги требуют. Я с ним малость повзорил. В смысле? Так я же их замочил. Это чё за непродуманная тема? Ах, вот оно моё добро. Ну что тут забирать? Патроны, конечно, он целых 180 для винтореза. 360 для... Ух ты. Водочка даже есть пару штук. С этим я так и не понял, что сделать. Но походу ничего. Её надо пойти сдать, наверное, в ближайший лагерь. А хочу ли я мотаться туда? Да я не знаю. Вот эти все улучшалки обязательно надо забрать и унести их. А, и всё, я уже перегружен, прикинь. А мне же ещё по всем лагерям надо было пройти. Как я это сделаю? То есть я уже на перегрузе. Ну вот остальное можно не брать, конечно. Зачем мне вот это всё? Броню кому-то продать? Ну, вот такое вот осталось. В Припять проведёшь? В Припять фанатики оккупировали. Стреляют без предупреждения. Да никуда ты не можешь. Юпитер, кладбище техники. Ну кладбище техники мне точно не нужно. Так, смотрим, что у нас тут в компьютере этого товарища. Использовать. Информация по объекту Z1. Итак, что мы имеем на текущий момент? Местоположение лаборатории пока неизвестно. Однако я выяснил кое-что. Военные были там полгода назад. С целью заметания следов. Но их операция провалилась. Это удалось замять. Впрочем, не бесследно. Пошли слухи. Внушает надежду то, что аварийное питание объекта всё ещё работает. А это значит, радио сигнала от некоторого оборудования вполне реально засечь. Конечно, они слабые, но довольно характерные. То есть, я могу настроить сканеры на нужную частоту, вычистить местонахождение Z1 с помощью с точностью до нескольких сотен метров. Эх, если бы при эвакуации я находился в сознании. Но проклятый коллоид. Ладно, отбросим эмоции и вооружимся терпением. Этот безымянный сталкер выглядит опытным малым. Я полагаю, что он мне поможет. Вот какие-то ещё кнопочки не работают. Местное население. В основном тут безлюдно. Но в туннеле на западе засели какие-то хмыри. Никого к себе не пускают и сами не выходят. Странно. Очень странно. Хоть бы это были не военные и не наёмники. Мне не нужно, чтобы Z1 заинтересовался кто-то посторонний. Главную опасность сейчас представляют мародёры. Однако, если обзавестись хорошими знакомствами, то их можно будет держать на расстоянии. Главное продержаться, пока я не найду лабораторию. А потом, это будет уже не так важно. Сталкер-лодочник, которого я отправил на поиски лаборатории пару дней тому назад, перестал бы ходить на связь. Обидно, конечно. Но дело надо довести до конца. Курьер поведал мне о том, что видел за болотом сталкера, похожего на знаменитого коллекционера. Что он здесь забыл? Ведь артефактов здесь нет. Последний раз его видели полгода назад. А тут вдруг объявился. Прочее. Как бы достать свою старую нычку, которую я оборудовал, когда ещё на своих двоих бегал. Не хочется никого просить, ведь барахло неплохое. Главное не забыть, что он в сейфе на чердаке. А ключ от сейфа под кадушкой у входа. Такие дела. Шип за рычаг, кстати. Открытие-закрытие двери под кадушкой у входа. Что такое кадушка? Я понял, что такое кадушка. Это вот это вот. Да. Наверняка раньше этого ключа тут не было. Они кисло. Всё, отлично. Так. Отлично, а эта штука? А, это так же не работает. Пойдём наверх. У собака. О, а эти, кстати, закрываются калитки. В прошлый раз такие же двери я не мог закрыть. Охренеть. Чё тут только нет. Вообще нормально такое место, да? Только бы дырки все заделать, чтобы уж точно не текло. И реально можно спать. Так, ну а вот сейф. Здесь какой-то прибор непонятный. Открыть. О, пошёл процесс. Да ладно, это что ли хабар нехилый, как он сказал? Из нехилого здесь лимонки, которых я ещё не находил. Ни разу. А остальное... Ну можете ли вы это назвать нехилым хабаром? Может тут ещё где-то что-то лежит? Мне кажется, что вряд ли. Зато тут кайфовое местечко, можно поспать. Реально такой лагерёк. Под конец, правда, данной локации. Я же отсюда потом ухожу. Может где-то всё-таки лежит что-то? Да нет, ничего нигде не лежит. Любая плохо смотрю. Ладно, в любом случае, понятно, уходим. Такое чувство всё равно, что я что-то там не нашёл. Ну стухлый слишком хабар. Кстати, а тут есть червоточины? Да. Раз, два, три. И как раз вот сюда бы, кстати, мне метнуться и продать лишнего. И прямо сюда. Не, вот тут очень удобные, кстати, червоточины, нежели на Юпитере. На Юпитере они вот сюда, да, вот где-то вот в этом месте. Хотя было бы круто, если бы конкретно на заводе была червоточина где-нибудь. Сзади, например. То приходится это всё пробегать через тварей. Раз бы прыгнул, и всё, ну нет. Ладно, давай воспользуемся. Червоточины круто, кстати. Пять человек. Вот они, наши гномики, тут сидят. Эх, здорово, мужики. Жалко, какая-то прогрессия потом нет. Но это слишком бы уже огромный мод получился. Ещё прогрессию. Ну я имею в виду, вернулся на локацию, что-то поменялось там. Какие-то, может, новые пара квестиков появились. Это уже вообще сложно. Мод и так огромный, да, представляешь? Уже сколько серий? Что, ну их на 50, на 60 делать? Пожди, а тут техник же должен быть, нет? Так вот этот парень, по-моему, техник. Нет, подожди. Ладно, куда с вертолета сдаём? Помощь не нужна. Слушай, он что-то мне вообще не прокачивает. Почему-то я был уверен, что он качок. Но нет, он не качает. Дела на кухне всё отлично. Тогда всё получается. Данную локацию можно покидать. Там, ну и можно было подзапариться. Ещё по аномалиям сходить. Но я, пожалуй, не буду. Через червоточину прыгаем сюда. И идём на эту локацию. Там тоже кое-что есть. Тут две червоточины. А это что такое? Дополнительное задание? Какое-то я не активировал. Да ты что? Ладно, в любом случае. Кстати, переход появился, блин. Раньше его не было. Надо было, походу, самому перейти. У меня бы ещё геркулесик есть один, кстати. Артефакты есть? Да, кое-что имеется. Может, пузырь будет? Нет, ночная звезда. Ты что, какой тайник? Я тут всё лутал. А ну. Всё? Ладно, бывает. Ещё есть артефактик. Да ладно, что, помилочи возьмём. По две, по три тысячи продадим. Хотя бы перехода купить по локации. Так, тут у меня было тоже очень много добра. Я вообще не знаю, как я это буду тащить. Несколько заходов, не иначе. А на этой локации машин не было, да. Потому что тут... А, мне кто-то говорил, что я потом, вернувшись на локацию, я могу встретиться с тем дедом. Да, я вспомнил. Стой, у меня есть пузырь. Откуда? Я не помню. Возможно, он мне дал, кстати, тот сталкер в бункере. Там не было награды? Я её не увидел. Вот, может быть, его пузырь. Ну вот ведь подфартило. В смысле подфартило? Это же мой тайник. Ну тут, короче, что взять? Ликвидатор, наверное, по-любому. Вот и море патронов. Аптечка, улучшалки. Не, наверное, это всё не унесу. Ночной прицел. Не, я всё ещё двигаюсь. Вау. Ну, подствольные гранаты, не, я не буду брать. Это вообще ни о чём. Если сравнивать с калаш и ликвидатор, то будет кто лучше. По урону именно. Конечно же, калаш. Но ликвидатор прикольный эффект. Ладно, что теперь? Так, винторез можно починить. У нас таких лышалок много. Всё, отсюда уходим. Всё, самое ценное забрал. Оставил фигню. Ну, по сути, что мне отсюда нужно? Это всё можно было продать. Но, не, спасибо. Сейчас я не хочу это тащить никуда. Прыгаем в переход. Очутяемся тут. И идём по знаку вопроса. Вот тут он, видишь, разработчик добавил какой-то прикол после того, кто ушёл с локации. То есть, есть стимул и смысл вернуться. Потому что там есть что-то ещё. Но на Юпитере я сейчас этого не увидел. Но вот в окрестностях затону, вот в этих, я такого сейчас не увидел. Так, переместился. В деревенькую что-то мне прям хреново сразу стало. А вот если в хату сходить, где мы сидели, там что-нибудь будет? Потому что там тоже был какой-то вроде бы ящик. А вроде бы и не был. Давай без этого, а. Смотри, он ещё наглый такой. Ай! Тут, оказывается, псевдогномики есть вот эти. Да, ёлки-палки. Вы что, издеваетесь? Нет, здесь ничего не было. Давай, наверное, поспим до утра, раз уж есть возможность. Ночью вообще не хочется играть, ничего не видно и так далее. Кто меня на помощь зовёт? Это в доме, что ли? А ну, иду я, иду. В прошлый раз сюда нельзя было попасть сейчас. Ух ты, можно. А кто? Кейс? Записка. Записка оставшегося. Я был свидетелем твоих приключений. Рад, что те мародёры не смогли тебя погубить. Можешь не верить, но та самая граната, спасшая тебе жизнь, это мой подарочек. Дело не в этом. Я хочу попросить тебя о помощи. Уже давно я незримо присутствую здесь и наблюдаю за путешественниками, проходящими этой дорогой. В основном это люди добрые, порядочные. Мне очень хочется, чтобы сталкерам жилось легче. Однако мародёры в последнее время часто устраивают на них засады именно в этом месте. Оно и понятно. Узкую дорогу легко контролировать. Кроме того, здесь развилось слишком много зверья. Пожалуйста, истреби мародёров и мутантов, если я согласен. Забери эту записку из ящика. Нет, просто уйди. Ну, честно говоря, мне это не надо. Так, что у него тут в хате? Много разного добра, с которым нельзя взаимодействовать. Ружьё, ящики с какими-то припасами. Я, честно говоря, наверное, зря взял, потому что я в этом смысла не вижу как такового. Просто это обычная цикличка, да? Ну, по сути, да. Тебе будут выполнять, получать награду за это. Нет, знаете что, ребят? Я, наверное, не буду этот квест брать. Потому что это лишние отметки на карте. А зачем? Вернее, не на карте, а вот в этом месте. У меня и так тут миллион квестов. Я говорю, сделай бы разрыв, чтобы они отменялись, когда ты уходишь с локи. Было бы вообще супер. А так? Я сюда не вернусь. Делать тут больше ничего не буду. Зачем мне тут циклички? Правильно? Правильно. Опа, я появился. Так, а где у нас тут червоточины? Их больше, кстати. Ну, локация тоже огромная. Тут контролер сидит. Ближайшая точка тут. На лесопилке. По-хорошему, уже отсюда мне нужно прыгнуть в окрестности Юпитера. Сложить хабар. Но тут, походу, нет проводника, я так полагаю, да? То есть, тут вручную надо перейти. Тут появиться. И пешком переться. Скорее всего, так. Кто это один? Мой старый... Дай бог здоровичка крепкого, крепчайшего тому, кто вот эту раскачку намутил. Дай бог тебе сил, потенции, всего лучшего, долгих лет. Чтобы не было седины. Дай бог тебе всего. Это же так крутая вот эта раскачка. Я с нее балдею. Я не знаю, вы нет? Ого, помер сталкер Георг Колобок. У него было два артефакта простеньких. Нормально так. Слушай, а что это зачучило сидит? Неужели тут нет проводника? Здорово, брат, без всего. Представляешь? Это так и не начал водку продавать, да? Да не проводника, тут походу все так же нет. Сейчас супер странно. Может такая что-то минус отдачу, надежность. Ой, на выбор точность либо отдачу. Ну, слушай, точность. Наверное, минус отдача. Я же стреляю. Я же для ближнего боя буду использовать. Важно, чтобы отдача не была сильной. А вот тут все так же нихрена нет, оказывается, для винтореза. Что за обрез у меня улучшенный? Не, мне такое не надо, счастье. Ну, и вот тут очень много добра, которое я, ну, никак не унесу сейчас. Ну, да. Конечно, все его носить смысла, наверное, нет. Зачем мне там автомат вот эти? Разве что, аномально я бы забрал. Чисто по приколу. Куча улучшалок есть. Вот тут много улучшений, кстати, которые могут быть для моего винтореза. Ну, это, конечно, миллион патронов для винтореза. Вот это вот мне надо. О, есть кое-что. Причем тут почему-то все прям открыто. Оптический прицел 5Х. Это насколько круто. Допустим, сейчас вот так. А будет... Ну, поближе, поближе. Ну, все, калаш так же не вкачать. Высококонтрастный прицел, это бред. ПНВ бред. Система автозахвата цели. Вот это, в принципе, нормально. Это может помочь в некоторых моментах. Ну, и все. Блин, он Геркулесов больше не продает. Сейчас я буду на перегрузе, когда Геркулес кончится. Все, оставляю, не нужное добро. Ну, я бы сюда еще раз, конечно, вернулся тут. Вот, для снайперки патроны есть. Ну, в общем-то, тут вернулся разве что за улучшениями. Как их тут много. По-моему, тут ни одного нет улучшения для Моисевы. Зоя, с кучей улучшений для стволов. В принципе, я посмотрел, они тоже все не подходят. В общем-то, смысла возвращаться сюда нет. Так, по приколу можно, конечно. О, ну вот, кончился Геркулес. Смотри, что теперь делать. Обычные патроны выкинуть, наверное. Мало. Вот, только так пошел. Выкинув обычные патроны. Ну, зачем, если у меня 1300 бронебойных? Правильно? Подожди, а как отсюда перейти? Я забыл. Стоп, я реально не помню, как перейти в окрестностей Юпитера отсюда. Что да, то да. Как он только что убрал оружие, вы видели? На какую кнопку он это сделал? Короче, я в полной... Да. Субтитры сделал DimaTorzok